Добрый день, уважаемые коллеги! Я руковожу подразделением как раз не разработчиков и процессов, которые призваны сделать софт безопасным. Я как раз выступаю с той стороны проверяющих людей, которые ищут уязвимости и проводят пентесты как отдельных программных решений, так и информационных систем в целом. В своем докладе я попробую совместить очень три больших разных направления. Это непосредственно и безопасную разработку, и вопросы, которые с ней связаны, и проверка уязвимости и проведение пентестов. А сюда еще и нормативные документы, которые у нас есть в финансовой сфере. Пару слов, почему такое странное название у презентации. На самом деле все здесь люди технически грамотные, и я думаю, что очень многие догадались, что 17Е – это просто 16-ти ричное представление 382. Это как раз один из основных нормативных документов Банка России по поводу безопасности денежных переводов. Понятно, что в прошлом году вышло указание 47-93. Много аналитических материалов было по этому поводу написано, и какие изменения данное указание несет за собой. Я бы хотел заострить внимание и как раз проговорить по вопросу проведения пентестов и анализа уязвимостей объектов инфраструктуры. Понятно, что цикл безопасной разработки – это сложный, многокомплексный процесс, который включает многие-многие этапы. Но если мы говорим про поиск уязвимостей проведения пентестов, на наш взгляд, большую часть этапов безопасной разработки он уже может охватывать. То есть когда у вас есть даже незаконченный уже продукт, но есть большая часть функциональности уже реализована, уже можно проводить пентест, стендировать, проводить оценку тех уязвимостей, которые были заложены. Конечно, это касается уже процесса выпуска релиза и внедрения на готовую инфраструктуру и эксплуатации данного программного решения. Потому что даже если разработчик вложился своими средствами и силами в написание хороших требований по безопасности, их реализацию на уровне программного кода, но все-таки руки администратора могут все это перечеркнуть, и безопасность просто уйдет в небытие. Помимо контроля, ну как пентест, как инструмент проверки уязвимостей именно программных решений, пентест также может проводиться и для контроля тех процессов, которые существуют в организации. Это в первую очередь проверка осведомленности тех сотрудников, которые отвечают за информационную безопасность и вообще работают как раз с финансовыми операциями. Здесь и вопросы обработки инцидентов. Это история Red Team, Blue Team, когда мы проверяем, как как раз службы безопасности реагируют на наши, так сказать, активности вредоносные. И в том числе можно проверять процессы жизненного цикла программ обеспечения, то есть как это внедрено, как это эксплуатировалось, и в том числе как это выведено из строя было. Если мы обратимся вот как раз к указанию 47.93 и прям посмотрим, что касается вопросов тестов на проникновение, то мы нашли всего лишь очень небольшой кусочек текста, который содержал требования и необходимость проведения тестов на проникновение. Может быть мы плохо искали и есть методические рекомендации по этому вопросу, но вот не нашли. Соответственно здесь определено, что это нужно проводить, определенная частота раз в год и тип компаний, которые могут это проводить, соответствующие лицензии. После того, как 1 июля 2018 года наступило, количество запросов на проведение подобных работ у нас резко увеличилось, и я бы хотел рассказать именно как восприняли владельцы информационных систем, банковских, финансовых, вот это указание, и как они видят пентез со своей стороны. Соответственно, возьмем некая типовая финансовая организация. На первом месте, конечно, у людей, когда вопрос пентестов возникает, это проверить наш сайт. Это классическая задача, которая, даже если люди никогда не занимались безопасностью, они понимают, что с этого нужно начинать. Потом начинается исследование внешнего периметра организации, тоже достаточно классический вариант. И немножко уже стали люди задумываться, а какие у нас еще есть элементы поверхности атаки. Здесь возникает вопрос оценки защищенности и поиска уязвимости мобильного приложения, которые появляются у очень многих финансовых организаций, и уже проверка осведомленности людей, которые работают в данной организации. Я сейчас чуть более подробно расскажу, остановлюсь на каждом из элементов типовых направлений пентеста. Про пентест сайта это вообще такая классическая задача, и я думаю, что многие слышали, видели, читали, и поэтому здесь рассказывать о составе работ не имеет смысла. Я бы заострил внимание на особенность для финансовой организации. Какие проверки здесь стоит проводить и какие нюансы учитывать. В первую очередь заказчики не все понимают, что проведение атаки пусть и моделирующей нарушителя – это, в общем-то, воздействие такое. Без разрешения такую работу проводить ни в коем случае нельзя. И заказчиков они должны дать это письменное разрешение, иначе это уголовно наказуемое мероприятие. Следующий момент – это непонятная поверхность атаки и объем работ. Ну вот, казалось бы, сайт финансовой организации. Достаточно частая история, что вот домен вам дали, мы его смотрим, а, соответственно, там еще порядка семи поддоменов, которые относятся к инфраструктуре организации. Они построены на разных технологиях, разные команды их делали, и поэтому объем исследований резко возрастает. Следующее – это те методы исследования, которые нужно применять. Понятно, что для обычного сайта черный ящик – это когда мы ничего не знаем, нет никаких учетных записей – достаточно часто подходит, потому что вся функциональная часть, она доступна любому пользователю, который заходит на интернет-ресурс. А вот с финансовыми организациями здесь история немножко другая. Всякие личные кабинеты, обслуживание физических и юридических лиц – вся вот эта функциональность накроется уже после прохождения процесса аутентификации на ресурсе, и поэтому без учетной записи именно исследования серым ящиком само исследование будет не до конца правдиво и корректно. Когда проходит проверка ресурса, опять же, не стоит останавливаться только на самом сайте. Нужно посмотреть весь технологический стэк, на котором он сделан. То есть определить, используется какой-нибудь фреймворк, используем языки программирования, какой веб-сервер в контексте сайта работает, на какой операционной системе, и, соответственно, какие сервисы еще могут быть на этом сервере находиться. Следующий момент – это, конечно, то окружение, в котором находится сайт. Вот историю, что личные кабинеты находятся не на внешнем периметре, это достаточно редко случай, а вот когда сайт организации находится на обычном хостинге, и там еще какие-то сайты находятся, вообще не имеющие отношения к банку, к банку здесь, соответственно, возникает неприятная ситуация, что безопасность финансовой организации начинает зависеть от тех соседей, которые находятся рядом с ним. Теперь перейдем к анализу уязвимости внешнего периметра. Здесь практически те же самые особенности, что с сайтами, но немножко содержимое будет отличаться. Соответственно, разрешение также обязательно. По поверхности атаки здесь вот какая история, что если в организации, например, внешний периметр занимает порядка, ну там зарегистрировано 255 адресов, далеко не факт, что вот все они используются, и может быть из этих адресов там 20 серверов доступно, но сервисов предоставляет всего 3 из них, или наоборот. Соответственно, здесь оценить именно объем работы достаточно сложно бывает до начала проведения. Еще интересный момент. Все-таки люди, которые относятся к финансам, они наиболее, так сказать, щепетильно относятся к тем затратам и результатам, которые они хотят получить. Недостаточно бывает показать, что вот мы использовали такой сканер, и здесь получился вот здесь такая угроза, здесь вроде как неузимая версия сервиса находится. У нас были случаи, когда нам руководители службы безопасности говорили, ребята, то, что вы сканером нашли, это, конечно, здорово, но это требует от нас определенных финансовых вложений. Вот вы нам докажите, что вектор работает, то есть сделайте исполнение произвольного кода. И переработка инструментов достаточно тяжело именно происходит в этом плане. Следующим моментом это опять же тот технологический стэк, это опять проверка не только на сетевом уровне, но и прикладном уровне тех ресурсов, которые находятся на внешнем периметре организации. Теперь немножко остановлюсь на анализе мобильного приложения. Это все-таки более молодое направление с точки зрения поиска уязвимостей, и разработчики мобильных приложений не обладают большими компетенциями в написании безопасного кода. Соответственно, когда проходит проверка, мы смотрим все типовые операционные системы мобильных приложений, это, конечно, Android и iOS. Здесь исследуется, каким образом мобильное приложение с банком взаимодействует, частые случаи, когда даже защищенный канал не используется для того, чтобы передать конфиденциальные данные клиентам. Анализ исходного кода и работа в динамике самого приложения, как оно взаимодействует с операционной системой и с приложениями на смартфоне с другими. Соответственно, как ресурсы предоставляются и работа с файловой системой. Конечно же, анализ мобильного приложения неполон будет, если не смотреть бэкэнд, то есть та часть, которая обрабатывает запросы именно от мобильного приложения. Соответственно, этот бэкэнд может находиться либо на том же сервере, где и сайт, а может уже и на фронт-офис, уже платежной системе относиться, и, соответственно, это уже прямой доступ, если там есть какие-то уязвимости. Теперь немножко поговорим про проверку осведомленности персонала. Это очень частая стала потребность именно в финансовых организациях, потому что люди понимают, что каналы именно получения почты, а также телефонные звонки очень часто используются нарушителями для того, чтобы получить доступ к информации. Прежде всего, процесс именно подготовки к таким фишинговым рассылкам, он начинается со сбором информационного окружения, организации, которая проверяется. Пока это не увидишь, сложно представить, что сейчас по открытым источникам можно составить практически полную картину по каждой компании. Чем занимается, какая структура, как руководство, какие сотрудники работают, штатная численность компаний. Все это есть в открытых источниках, нужно просто уметь собирать. Соответственно, когда вот эту информацию все мы получаем, вариантов создания именно таргетированных фишинговых атак, их много, потому что сразу понятно, что организация интересна, и какие вектора их наиболее интересуют. Здесь происходит подготовка фейковой платформы. Чаще всего это регистрируется определенный домен, который по названию и по содержимому очень похож на домен той организации, которую мы проверяем. Сама компания проводится по согласованию со службой безопасности, если она знает, что вот такие проверочные мероприятия проводятся. И происходит сбор той информации, той технической информации, которая показывает, насколько люди осведомлены, нужно открывать, не нужно открывать. Соответственно, главным еще моментом, что при фишинговых наших рассылках никакая боевая нагрузка не используется, потому что нам нужен только тот факт, открыли, не открыли. Именно нарушить работоспособность информационной системы ни в коем случае такая цель не ставится. Вот вчера Владимир Дрюков показывал примеры фишинговых писем, которые они поймали. А я вот представляю тех людей, которые эти фишинговые письма, так сказать, составляют. Но как бы мы хорошие нарушители, это только для владельцев информационных систем. Причем ту информацию, которую мы собрали по организациям из открытых источников, вот, например, вектор, который мы проводили в январе месяце этого года. Вот небольшие примеры писем, которые мы использовали. И, соответственно, заказчик получает полную информацию, кто, сколько, когда и как среагировал на данное письмо. Резюмируя то, что я сказал, те направления проведения пентестов, которые видят финансовые компании, чаще всего это характеристика внешнего нарушителя. Про внутренний нарушитель они даже не задумываются. А сюда относятся и банковские системы, и типовые рабочие места. И отсюда у меня даже не заключение, а больше такой риторический вопрос. Цель проведения тестов на проникновение, он больше либо для галочки, для того, чтобы регулятору отправить документ, что вот оно проведено, либо для повышения уровня защищенности реального и устранения тех уязвимостей, которые есть в системе. Я скажу пару слов. На мой взгляд, анализ уязвимостей – это некий процесс, который идет по множеству направлений. То есть мы все время должны контролировать все вопросы внедрения, конфигурации системы и так далее. А вот тестирование на проникновение – это действительно некий комплексный экзамен, вот как мы работали, допустим, в течение года. Хотя я думаю, что все-таки ежегодный, раз в год это маловато. Наверное, правильный раз хотя бы рассказал. Это как с ЕГО. И самое главное, это было хорошо, когда был waterfall, когда был релиз раз в год. А когда у нас гибкая разработка и когда тот же самый у некоторых банков ДБО новый релиз выходит чуть ли не ежедневно? Или здесь возникает вопрос, что делать? Ну да, брал шире в том плане, что тестирование на проникновение, оно проверяет весь комплекс, включая организационные меры, пропускную систему в организации, уровень грамотности персонала. То есть это вот действительно со всех сторон мы смотрим, где у нас слабые места, а не только физическая часть. Да? Тут, наверное, не, конечно, важно, как мы это трактуем пункт, но самое важное, как его трактуют именно владельцы финансовых организаций информационных систем. Потому что что проверять, из чего начинать, они указывают и просят нас. То есть по внешнему нарушителю они поняли, что да, это в первую очередь нужно проверять, да, это первый шаг для уже повышения как бы уровня. Но задумываться, что внутренний нарушитель может сделать там с самой банковской системы, если он попал на рабочие места людей, которые авторизованы в этой системе, пока уровень сознания до этого еще не дошел. Я думаю, владельцам просто страшно об этом задумываться. Я согласен. Спасибо, Александр. АПЛОДИСМЕНТЫ